Стилист на час Ну а Лена Шилина, наш самый главный специалист по имиджу, моде и стилю, расскажет нам, как правильно, корректно, модно, стильно, молодежно выглядеть в городе летом. Лена, доброе утро! Доброе утро! Ну вот погода немножечко решила дать нам передышку, наверное, для того, чтобы мы подготовились действительно к солнцу и жаре, который обещает начаться после полудня. И поэтому у нас есть время подготовиться, разобрать немножко свой гардероб и понять, что все-таки в городе носить уместно, а что нет. И начнем мы, пожалуйста, с вопроса, который волнует нас с тобой, а сейчас начнет резко волновать у наших радиослушателей. Почему то, что пляжное, это одновременно не городское? Почему пляжные вещи, ну, не стоит носить в городе? Особенно в таком городе, как Берлин. С пляжными вещами в городе такая история, что их, конечно, можно носить, если город на море. Потому что там понятия пляжности и города, они сливаются. Поэтому вот там вот, пожалуйста, в Берлине море, насколько я знаю, не наблюдается и в ближайшее время тоже не появится, не вырастет. Поэтому я бы с пляжной модой в городе была очень аккуратна. Объясню почему. Потому что что мы всегда понимаем под пляжной модой? Кроме купальников, да? Это какие-то туники, которые полупрозрачные, которые имеют какой-то сумасшедший принт, потому что, скорее всего, мы их купили... Под купальник. Под купальник и в тех местах, где мы отдыхали, а в тех местах, где мы отдыхали, мода, соответственно, подходит под то место, в лучшем случае, в котором мы отдыхали. То есть, соответственно, если мы на Ибице купили полупрозрачную белую тунику в стиле хиппи, с кружевами испанскими и так далее... То на работу в банк, наверное, надевать это не нужно. Да. Плюс вот эта вся пляжная мода, да, она подразумевает такой объем, такую летящесть ткани, то есть и прозрачность. То есть, соответственно... Ну, правильно, чтобы продувало. Чтобы продувало, потому что многие ошибочно... Я это очень часто слышу от клиентов, что ну как же я это в жару надену, это же там же рукав. Но фишка в том, что если мы подумаем о людях, которые живут в пустыне, где просто в тени плюс 40 всегда, да, то вы заметите, что они тоже покрывают свое тело. И они не глупые. Они делают это для того, чтобы воздух между тканью и телом циркулировал, и вот эту вот подушку воздушную сохранял, и она будет вас охлаждать. Потому что если к вам ткань прилипнет, и она будет вот в такую просто в облипочку, там не будет воздуха, вам станет гораздо быстрее, жарче. Или если у нас, например, без рукава какая-то, например, блуза, да, без рукавов такая, майка такая, да. То есть если на нас попадает солнце, моментально кожа перегревается, и это все отдавать... Коже некуда отдавать свое вот это вот тепло, перегретость, влагу, и, соответственно, нам становится жарко. Поэтому, в принципе, лучше всего покрывать тело, чтобы была вокруг тела воздушная подушка. Но о том, какие ткани уместны в жару, об этом мы обязательно поговорим еще в этом часе. Но вот, например, к пляжной моде кроме этих туник еще относятся, например, резиновые шлепанцы. Кто-то называет их сланцами, кто-то вьетнамками. И модно в последнее время говорить флеп-флопы. Но в сути это не меняет. Это, в общем, что-то резиновое со штукой между пальцами. Да. Ну или такой перепонкой. Ну или перепонкой, да. Ну это, в общем, резиновые шлепанцы. Резиновые шлепанцы. Почему не надо носить их в городе? Или, может, надо? Я не знаю. Резиновые шлепанцы, они изначально были сделаны для того, чтобы, когда ты мокрый, и тебе не хочется босиком куда-то дошлепывать... Ты шлепаешь шлепанцы. Ты шлепаешь шлепанцы. Вот их, в принципе, назначение. Что с резиновыми шлепанцами в городе не так? Они вот этот вот такой... Как будто бы ты такой, что вышел? Из бассейна, из сауны, из моря. Из ванной. Из ванной. То есть в городе они не очень уместны. Если вы хотите такую открытую обувь носить в городе, то обратите внимание на те же самые модели, но из кожи, или из какой-то такой есть такая плетеная солома, или это будет хлопчатобумажное такое плетение. Они выглядят гораздо более одетыми, гораздо более приемлемыми в городе, и гораздо лучше, соответственно, сочетаются с вашим летним городским гардеробом. То есть то же самое относится к очень суперкоротким шортам, потому что на пляже мы их тоже любим очень носить. Или, например, там мужчины иногда просто до пляжа доходят в тех же плавках, то есть в каких-то шортиках таких, как из отеля вышел и сразу пошел. То есть, соответственно, не нужно путать эти шорты-плавки с городскими шортами. Поэтому, то есть если вы не хотите, чтобы вас в городе приняли за человека, который только что вышел из моря, для лета в городе есть другая одежда. А какой должна быть длина шорт? Сейчас спорный это вопрос. В принципе, мы всегда говорим о том, что в моде все, так? Главное, чтобы вам это подходило, чтобы вы это чувствовали, и вам это шло. В принципе, сейчас модный для мужчин, если мы говорим, от очень таких коротеньких довольно, до прям таких хороших бермуд прям за колено. За колено. Даже за колено. То есть бермуды, шорты такие, это просто могут быть, например, классическое, которое, в принципе, всем идет. Вот 99% мужчин идет длина, которая... Слегка заканчивается выше колена. С подворотом она, без подворота. Скорее всего, это будет ткань либо хлопчатобумажная, либо легкая летняя шерсть. Такая тоже существует. Либо это будет какая-то смесовая ткань. С подворотом или без подворота нужно смотреть, так сказать, на пропорцию мужчины, потому что подворот, если он довольно широкий, он съест вам немножко ноги. А на волосатость ног не надо смотреть? Слушайте, волосатость ног, это такая история. Ну, конечно, бывает, если про экстремальную волосатость мы говорим, Не, ну просто может он выйти в шортах, а все решат, что он уже в брюках, понимаешь? Но тут такая история. Сначос. Я думаю, что это... Если вы готовы к такому, да, то выходите. Если вы не готовы... Не выходите. Не выходите. Носите брюки, носите льняные какие-то брюки, носите брюки, то есть полноценные брюки. Но, в принципе, если это не какие-то вот правды, которые вот просто ковроподобные, ковроподобное покрытие, да, то, в принципе, почему нет? Мода на естественность нам играет на руку. Или на ногу в этом случае. Или на обе ноги. Мы прервемся на маленькую музыкальную паузу. Группа Астудия споет нам про то, что у нас теплые летние дни. А сразу после этой песни мы продолжим разговор с Леной Шилиной о том, как же в эти теплые летние дни красиво и уместно выглядеть в городской обстановке. Открываются бары, открываются рестораны, снова можно ходить в гости, встречаться на улице. А мы уже, признаться, и забыли, как же правильно и уместно одеваться летом в городе. И сегодня в этом нам поможет наш эксперт, стилист Елена Шилина, которая в гостях у нас здесь, уже как дома. И мы сегодня говорим о городской моде. Начали мы нашу беседу с того, что говорили о том, что, в общем, не очень уместно носить в городе пляжные вещи. И вот здесь хочется сделать акцент на том, в чем же мы выходим красиво вечером в люди. В ресторан, на вечеринку, может быть, просто в гости. Многие летом считают, что сарафан вполне уместен в качестве вечернего наряда. Это так, Елена? Смотря какой сарафан. Начнем с этого. Но что я вижу часто в Инстаграме, на фотографиях, у знакомых, у приятелей, просто у людей чужих, если я там где-то прохожу и вижу какую-то там летнюю вечеринку, даже свадьбы, что женщины, если им нужен вечерний наряд, путают сарафан летний из какой-то такой, иногда даже очень часто, какой-то синтетической или полусинтетической ткани с каким-то принтом с вечерним платьем, потому что он вроде как длинный. То есть длинное платье в пол, или такое, ну почти в пол, это не автоматический наряд на вечер. Объясняю почему. Потому что наряд на вечер и вообще на какие-то события, да, в принципе предполагают дресс-код. Все говорят о том, что дресс-код умер и не вернется. Я вам скажу, это неправда, потому что у нас эти установки, эти стереотипы, они у нас настолько укоренены в нашем сознании, что мы автоматически это переносим, наше восприятие автоматически переносит образ человека на дресс-код и уместность. Самое главное в нашем случае, независимо от бюджета мероприятия или бюджета на одежду, это уместность. Соответственно, если мы идем куда-то, то выберите сарафан, если это будет сарафан. Сарафан это в принципе платье на лямках, да, такое, с открытым плечом. Мы сейчас называем сарафаны или платья, те, которые могут быть асимметричные, то есть, например, асимметричный вырез, открытое одно плечо, второе закрытое рукавом, или до колена, наверное, тоже, да? До колена. То есть, в принципе, сарафан это платье на лямках, но не каждое платье на лямках. Кол, вечернее платье, потому что нужно смотреть на ткань, она не должна быть такая вот, вот очень много продается тоже и в масс-маркете, и в дорогих, и в таких дорогих брендах. Продается такие вот, просто такая синтетическая, скользкая, тоненькая ткань, которая, а, подчеркивает то, что мы не хотим, то есть, там, где даже есть только намек на складочку, оно вам нарисует две большие, вот. Плюс принт довольно яркий, плюс есть еще такой вот блеск, такой немножко такой, который на пляже смотрится уместно, а, например, на мероприятии, вот это такое синтетическое, он уже, он будет дешевить, он будет делать это, в принципе, пляжным нарядом. Обратите внимание, если вы идете куда-то, и вы можете их прекрасно использовать тоже в отпуске в курортном городе, шелк, катон, месмеризированный катон, то есть, это катон, который покрытый такой пропиткой, которая немножко, как бы, сияет, леоцелл, вот эти все материалы летние, о которых мы поговорим, пусть это будет платье из этих тканей, и принт, пусть будет, если это принт, то это пусть будет принт, который вам идет, и, соответственно, наденьте к этому красивую обувь, и у вас есть вечерний выход. То есть, не резиновые шлепанцы. Не резиновые шлепанцы. То есть, если вы наденете вот эти платья, которые типично в таких пляжных магазинах продаются, льняные такие, льняные с кружевами, или это будет вот эта вот синтетика, которую я часто вижу, или это даже будет шелк-шифон, который просто принтованный какими-то сумасшедшими огурцами, но при этом у него есть прозрачные какие-то кисточки, и вся ткань такая вот несерьезная, такая вся болтающаяся, вот так вот она выглядит, это не вечернее платье. Оставьте это в отпуске, это будет прекрасно смотреться на платье, на выход. Есть другая тема, которую вы можете носить как днем, так и вечером, в зависимости от комбинации. Ну и то же самое, наверное, касается и мужчин. Существуют летние, например, льняные рубашки, такие тоже полупрозрачные, очень легкие, когда ты закатываешь рукава, идешь вечером где-нибудь в отпуске на море ужинать. Да, прекрасно выглядит на море в отпуске, а в городе прозрачная рубашка выглядит уже тоже не очень уместно, в таких каменных джунглях, как мы с вами живем. Есть лен, лен бывает же тоже разным, то есть есть вот этот тоненький, такой полупрозрачный. Когда ты весь мятый ходишь потом. Лен всегда мнется. Лен это натуральная ткань, которая мятость повышена, то есть лен всегда мнется. Показывает натуральность. Да, это натуральность ткани, это его свойства, естественно, его нужно гладить. То есть если вы выгладили и вышли, и эта вещь помялась в тех местах, где это нормально происходит, то это выглядит правда хорошо, абсолютно нормально. Если вы не погладили, то есть вы подумали, а, все равно помнется. Ребята, это видно, что вы его просто не погладили и вышли. Поэтому погладьте, а потом заминайте. И вообще мне кажется, что очень правильно, или самое правильное, это иметь такое четкое разделение городского и пляжного гардероба, просто иметь там, я не знаю, какие-то коробки, или специальный чемодан, или отделение в шкафу, не знаю у кого сколько места, для одежды на отпуск. И вот там лежит моя отпускная одежда, я ее просто не открываю, просто не достаю, и беру ее только с собой на отдых. Тогда не будет просто никаких недоразумений, тогда у вас уже в голове тоже будет такое четкое разделение пляжного и городского. На музыкальную паузу прервемся мы сейчас. Потап и Настя Каменских споют нам о том, что лето к нам прили лето, ну а после этого Лена расскажет нам дальше о том, как выглядеть, ну и какие ткани нужно носить летом для того, чтобы чувствовать себя хорошо, приятно и выглядеть красиво. Стилист на час Продолжаем разговор со стилистом Еленой Шилиной о том, как же правильно, красиво одеваться в городе, и хочется узнать о тканях. Какие ткани лучше всего подходят для летнего жаркого городского сезона, какие оклаждают, какие носить не следуют, на что обращать внимание при покупке летних вещей, ну или при выборе этих вещей в шкафу. Лена? Про ткани, да, про ткани такая история, то есть одна и та же вроде как на вид модель платья, платья, брюк, юбки, ну неважно, единица одежды, да, она может быть как и очень практична на лето, из-за свойства ткани, из которых она пошита, так и очень неприятно к телу, скорее вообще не давать телу дышать. Как правило, на лето, чтобы чувствовать себя реально комфортно при любых, любых градусах, мы должны обращать внимание на свойства ткани, как воздухопроницаемость проницаемость или непроницаемость и гигроскопичность. Еще раз это слово? Гигроскопичность. Гигроскопичность. Запомните это слово с гидроскопичностью. Это не связано, но может быть частично. Гигроскопичность через г — это способность материала поглощать, отдавать влагу. Да, гигроскопичность. Да. И поэтому на лето прекрасная альтернатива тканей – это ткани с высокой гигроскопичностью, которые просто будут всю лишнюю влагу, которая испаряется из нашего тела, что является абсолютно естественным процессом, будут поглощать и выводить наружу. Тогда нам будет не жарко, то есть наше тело будет, так сказать, терморегулироваться за счет ткани. Поэтому к моему высказыванию в первой части передачи, что люди, которые живут в пустыне, они вовсе не глупы, что они носят такие полноценные вещи, закрытые с длинным рукавом. Они очень умны, потому что они постоянно терморегулируются, и это не дает телу перегреваться, соответственно, мы себя чувствуем гораздо комфортнее. Какие ткани просто суперотличная альтернатива на лето? Это прежде всего лен, о котором мы тоже уже, так сказать, замолвили слово. Почему лен? Лен – это абсолютно натуральная ткань. Лен – это одна из самых устойчивых тканей, да, то есть это мода на устойчивую моду, потому что от лена практически не бывает отходов, то есть там все вообще в цикле производства, все перерабатывается. Но это натуральное же все-таки, да? Конечно, лен – это растение, это флакс, я не знаю, по-русски он флакс тоже называется или нет, но очень, кстати, симпатичное растение, вот, и раньше его не красили, то есть вот этот вот небеленный лен, сейчас тоже есть изделие из небеленного льна, он такой, они все обладают таким цветом, какие-то оттенки бежевого, то есть либо это будет светло-бежевый, либо это будет такой до темного, да? Вот это вот небеленный лен. Небеленный лен вообще прекрасно стирается, прекрасно носится, он очень-очень прочный. Не садится при стирке? Если постирать горячо, да, то сядет, поэтому, естественно, смотрите, его не нужно носить в химчистку, то есть это, в принципе, такая ткань, которая не требует какой-то такой суперзнаний тайных об уходе за ней, поэтому смотрите просто на этикетку, если там лен, там всегда стоит, как за ним ухаживать, и стирайте вот, и не сушите в сушилке, потому что сушилка это вообще адская машина для всех, вообще для всех тканей, то есть просто вот одежда, которая вам нравится, не сушите в барабане сушилке. Сушилка для полотенец. Да, для полотенец, там, для наволочек, но не для любимых вещей явно. Или если вы кому-то хотите из семьи отомстить, посушите его вещи в сушилке. Или вашему плюшевому медвежонку срочно понадобится свитер. Да, например, да, поэтому... Борься свитер мужа в сушилку. Да, да, это такое, это отвлечение. Маленькое у меня есть. Вот, лен. Лен бывает разной плотности, то есть мы, как уже сказали, есть такой очень тоненький, тоненького плетения, прозрачный. Есть такой очень плотный лен, из которого даже шьют таких классные брючные костюмы, или не брючные костюмы, то есть для мужчин, например, брючные, для женщин брючные и юбочные, или платья, которые отлично функционируют в городе, потому что терморегуляция прекрасная. То, что он мнется, да, смиритесь с этим. Если ткань натуральна, она мнется всегда. И особенно летние все ткани. В общем, обратите внимание, лен сейчас есть во всех ценовых сегментах, на любой бюджет, прекрасные леные вещи, они вам прослужат долго. Он не растягивается, поэтому покупайте всегда, чтобы был хороший зазор воздуха между вами и тканью, потому что он не растянется. Следующая ткань, которую я очень люблю, у меня очень много вещей из нее летней, это хлопчатобумажный. То есть это, в принципе, хлопковые вещи. Хлопок тоже натуральная. Это натуральная ткань, это тоже растение, очень тоже симпатичное. И оно тоже очень прочное. Не такое прочное, как лен, но тоже очень прочное. И оно тоже обладает хорошей гикроскопичностью, поэтому это супер альтернатива для летних вещей. Из хлопка шьют все. Просто вот от А до Я можно одеться в хлопок. И, что еще очень важно, он бывает тоже разной степени плотности. То есть с этим можно поиграть. Если вы даже хотите какое-то платье, которое будет немножко как-то вот так подлетать, возьмите что-то из такого, например, ситец, да? Вот ситец это тоже хлопок. Или поплин, это тоже хлопок. То есть поплин это такой хлопок, который имеет такой немножко как бле, такой подблескивает чуть-чуть так легко. Вот. Шикарно работает даже на вечер. В правильном цвете шикарно работает. Смотрите, обязательно только тоже не стирайтесь слишком горячо, потому что, как все натуральные ткани, имеют свойство садиться в сушилку, тоже нет. Но все вещи из хлопка, от пиджаков до летних пальто, до футболок, до майк, прекрасно работают. Потом еще такая есть история, чтобы, если вы хотите что-то, что меньше мнется, и еще легче за этим ухаживать, вы можете взять смесовые ткани. То есть это либо хлопок, либо лен с добавлением шелка, леоцелла, мадала, леоцелла, мадала, вискоза – это синтетические ткани. То есть они производятся из натурального сырья, но химическим методом. То есть это не чисто… То есть синтетическое производство из натурального… Такие вытяжки своеобразные. Вытяжки, да, такие своеобразные. То есть там из-за пилок, из каких-то коры, из отхода древесного производства. То есть они тоже дышат, они тоже имеют хорошую гигроскопичность, то есть хорошо впитывают и регулируют. И не так мнутся. То есть вот, например, леоцелл и мадал, они вообще очень даже неприхотливые. Если есть хоть чуть-чуть добавления, они не будут так мяться. То есть они разглаживают. Разглаживают. Или если, например, еще вот этот хлопок, очень часто добавляют не полиэстер, а вот эластан. Но смотрите, чтобы не было больше, чем 5% эластана. Потому что иначе эта вещь будет уже такая… У нее будет такой вид уже такой полуспортивный, полу такой… Да, и затруднит терморегуляцию. Да, поэтому, но если там вот чуть-чуть эластаны, либо это будут джинсы летние, такой облегченный доним, это тоже супер работает, потому что они, во-первых, не так растягиваются, во-вторых, они прекрасно за ними ухаживают. И вы будете иметь большое удовольствие на сайте вещи. Леоцелл и мадал – это новые ткани, которые тоже на фоне устойчивой моды так выстрелили. Из них тоже ищут прекрасные вещи, которые очень даже похожи иногда на шелковые. То есть из этого вот реально даже вечерние платья шьют. И они тоже… Они в производстве не такие дорогие, соответственно, они и по цене приятнее, когда ты их покупаешь в магазине. То есть синтетические ткани, вот именно полиэстры, акрилы, вот эта вот вся история, она, а, не терморегулируется, б, она вообще не дышит. То есть вы как будто бы, если вы пластиковый мешочек на себя наденете и выйдете в жару, вот примерно такое же будет ощущение от полиэстера. Поэтому, когда вы покупаете вещи, чтобы вам было приятно их носить, и они вам служили долго, вот прям прежде чем мерить и не выбрасывать лишние деньги на это, какая бы красивая вещь ни была, посмотрите на этикетку. Там все стоит, и я думаю, что вы прекрасно и сделаете покупки новые. Мне кажется, все важные моменты мы обсудили, остался лишь один, который меня очень волнует, и мы не можем это не обсудить. Мужчины часто спрашивают нас, почему мы столько внимания в наших передачах уделяем женской моде и совершенно упускаем из вида то, что мужчины тоже хотят выглядеть модно и красиво. Отсюда вопрос. Вот довольно часто, в очень жаркие такие прям душные, потные дни, на улице можно увидеть гордых мужчин, которые полностью оголяют верхнюю часть тела, просто вот обнажают свой торс. У многих этот торс даже очень привлекательно может выглядеть, но мне все-таки, я не стилист, кажется, что это тоже больше про пляж и про променад вдоль берега морского, и в городе, наверное, не стоит полностью раздеваться. Что стилисты считают на этот счет? Стилисты считают на этот счет, что гордые, голые мужчины в городе неуместны. И даже... Даже с красивым торсом. Даже с красивым, даже с потрясающе красивым торсом. Точно так же, как по моему личному мнению, даже на променаде вдоль пляжа, если ты уже, так сказать, вышел за пляжную территорию, тоже надевайте, пожалуйста, футболочку, маечку, льняную рубашечку с коротким или с длинным рукавом подвернутым, поло. Есть прекрасно куча альтернатив. Вы можете ее немножко подрастегнуть, если вам супер жарко, и закатать рукав. Но не хотите колыни по городу. Ну, я вас очень прошу, потому что это реально выглядит, как будто бы вы вот как-то, вот реально только из моря вышли. Ну, или вас просто кто-то только что отобрал. Или вас ограбили, да. Да, как-то неловко даже становится. Шикарный выбор для мужчин сейчас. У нас топов разнообразных, и цвета много очень. То есть вам не обязательно ходить, как просто в консервативно-голубых рубашках. Есть от черного до нежно-розового, и, естественно, белого, и всех оттенков природных, бежевого, зеленый. Какие угодно. Есть огромный выбор во всех магазинах. Обратите внимание на ткань, обратите внимание на посадку, чтобы она ни в коем случае нигде не давила, не прилегала, не образовывала лишние складки, чтобы вы в ней могли нормально двигаться. И носите, будете выглядеть прекрасными, стильными джентльменами. Да, ну и опять же, если в каждой женщине должна быть загадка, то почему не должно быть в мужчине? Пусть женщины догадываются о том, что же у вас там под футболкой. Скажите, да, это хороший лайфхак. А вот полностью обнажаться и показывать это совсем не обязательно. Ну что ж, мне кажется, мы обсудили все самые важные вопросы, подготовились к лету. Лето, приходи! Сегодня после 12 часов обещают снова жару, снова лето, и мы, конечно, уже подготовленные, стильные, модные, красивые. В это лето долгожданное прямо вот и войдем. А эфир наш закончит, или, как говорит мой коллега Марк Шмальц, зафиналит группа «Браво» с песней «Король оранжевое лето». Запомните, мужчины, настоящими королями вы будете выглядеть, только если будете одеваться правильно и не демонстрировать всему миру все, что у вас там внизу тайное находится. Лен, огромное спасибо. Спасибо вам. Большое за сегодняшний эфир. Мы с вами, друзья, услышимся в следующем части в программе «Заявка без явки». Ну а с Леной, как всегда, через две недели подготовим, конечно же, актуальную модную тему. У нас уже есть что-то? Конечно. Но идеи приветствуются. Отлично. Ждем ваши идеи, ждем ваших заявок в следующем часе. Оставайтесь с нами сразу же после выпуска новостей. Сегодня с Олегом Тарасовым встретимся в нашем эфире. Лена, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»